Ещё в 2011 году стартовала в стране программа по инклюзивному обучению детей с особыми образовательными потребностями. Она помогает данной категории детей их родителям и школам. В Молдове для реализации программы инклюзивного образования созданы специальные структуры. Об этом рассказала менеджер данного проекта Ларина Гуцу, которая посетила Гагаузию с целью инспектирования выполнения программы. Внутришкольная многопрофильная комиссия, а также программа инклюзивного образования включает в себя и несколько служб. Это прежде всего вспомогательный учитель, который приходит в помощь ребёнку с особыми образовательными нуждами, а также ресурсный центр, который включает в себя несколько другую обстановку, чем обычный класс. Это также индивидуальный образовательный план, по которому обучается ребёнок. В Гагаузской автономии программа инклюзивного образования стартовала двумя годами позже, чем по всей стране. Начиная с 2013 года, большая работа проводится с педагогами, с родителями, с общественностью, так как до сих пор не всегда и не везде есть понимание данной проблемы. Сегодня реалии нашей жизни говорят о том, что дети, как правило, предоставлены во многом сами себе, либо бабушкам, либо дедушкам, а зачастую и вообще посторонним людям. Для того, чтобы оказать им должным образом поддержку и в плане психического, и в плане педагогического развития. И стартанула эта программа, которая и помогает воплотить в жизнь, для того, чтобы эти дети не чувствовали себя в чём-то обделёнными и ущемлёнными, чтобы чувствовали себя социальными, адаптированными в наше гражданское общество и полноценными гражданами нашего общества. Ресурсный центр по инклюзивному образованию открыт в Камрадской гимназии имени Степана Курогла. Его координатор Вера Рейкелян сообщила, что с 14 детьми с особыми образовательными потребностями в этом центре занимаются трое учителей сопровождения. У нас в школе создана многопрофильная комиссия внутришкольная, которая работает с этими детьми, имеется вспомогательный педагог, ведётся определённая документация, ведётся работа с родителями, составлен план работы многопрофильной внутришкольной комиссии, план работы с родителями, план работы с детьми. Мы видим результаты и успехи некоторых наших учащихся, которые посещают ресурсный центр и заодно находятся в общих классах со всеми детьми вместе. В прошлом году из опыта у нас девочка была выпускница 4 класса. Для неё был подобран специальный тест для её уровня, с которым она успешно справилась, перешла в 5 класс. О своих достижениях в ресурсном центре Камрадской гимназии имени Степана Курогла рассказали первоклассники, которые обучаются по индивидуальному плану и уже имеют успехи в учёбе. Начался писать цифры. Один, два, три, четыре. Мне нравится ходить в школу. А, это у нас какой цвет? Яркий такой, да, необычный. Оранжевый цвет, да. А вот этот цвет, он у нас уже был. И ты называл этот цвет. Какой это будет цвет? Цвет неба у нас. Цвет неба какой? Голубь. Голубой, правильно. Если говорить об программе инклюзивного образования, то это качественное образование. То есть, это не только возможность ребёнка посещать школу, да. Это прежде всего возможность ребёнка обучаться в этой школе, согласно его нужным и его потребностям. Ребёнок оканчивает 9 классов, да, вот гимназии. И на основе, даже если он обучался по этой куррикуле, по этому плану индивидуальному, он может продолжить обучение в любой профессиональной школе. От внедрения практики инклюзивного образования в ГГУЗИ мы только выигрываем. Потому что дети, помимо того, что чувствуют себя нужными обществом, и дети, в чьи классы включены, ребята с особыми образовательными потребностями, становятся толерантней, добрей, гуманнее, внимательней. И перечислять можно много, учитывая двухлетний опыт этой программы и нашей работы. Мы можем с уверенностью говорить о том, что ребята стали добрее друг другу, ребята стали помогать друг другу, ребята стали понимать, что они все имеют одинаковое право на образование. В ГГУЗИ из 47 учебных заведений в 34 из них ведётся работа по программе инклюзивного образования. Хорошую поддержку оказывает программа обеспечения равных возможностей детям с особыми образовательными потребностями.